Княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина, известная красавица, первая русская воздухоплавательница, внучка генерал-фельдмаршала Н. Ю. Трубецкого, биография, происхождение, дочь действительного тайного советника князя Юрия Никитича Трубецкого, прозванного по любимому его присловию Тарара и Дарьи Александровны, урожденной Румянцевой сестрой фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского, первый брак, воспитывалась в Смольном институте, который окончила в 1787 году. В 1782 году первым браком была замужем за полковником, затем генерал-майором князем Федором Сергеевичем Гагариным. Во время русско-турецкой войны сопровождала мужа в Ясы, где прославилась тем, что дала пощечину светлейшему князю Гая Потемкину. В последствии последовала за мужем в Польшу, где ее муж был убит во время Варшавской заутренней, а сама Просковья Гагарина заключена под стражу, где и находилась в течение полугода до взятия Варшавы Суворовым. В плену она родила дочь Софью, годы вдовства, а вдовев Просковья Гагарина поселилась в Москве. Образ жизни ее известен по мемуарам современников, в частности по свидетельству Вигеля. Долго отвергала она всякие утешения, в Сергея носила земли с могилы мужа своего, но вместе с твердостью имела она необычайный, можно сказать, невиданная живость и веселость характера. Распредавшись удовольствием света, она не переставала им следовать. Среди ее поклонников были и М. Долгоруков и Н. М. Карамзин. Оба посвящали ей стихи, четверостиший Долгорукова, иногда приписываемый ошибочно Карамзину, считается классическим образцом старинной альбомной поэзии. «Парашу вечно не забуду, мило мне будет навсегда, к ней всякий вечер ездить буду, а к селе мне не никогда». Карамзин, имевший в своих ухаживаниях полный успех, адресовал возлюбленный два больших стихотворения «К неверной» и «К верной», отражающих перемены его настроения в этой любовной истории. Любовь Карамзина, княгине Гагариной была глубоким и серьезным чувством, более того, он сделал ей предложение и уже строил в воображении картины их будущего семейного счастья. Гагарина тоже поддалась на какое-то время этим мечтам, но затем натура пересилила и она закрутила новый роман. Долгоруков в поздних мемуарах рассказывает, что княгиня Гагарина с молоду была женщина взбалмошная и на всякую проказу готовая. 8 мая 1804 года вместе с Александрой Турчаниновой она поднялась в воздух на воздушном шаре, построенном французом Гарнерином, и приземлилась в имении Вяземских Астафьеви. Воздушный шар долгое время охранился в имении А.П.А. Вяземский шутил, что он стал знаменит благодаря тому, что в его имении приземлилась Гагарина. Как считали современники, именно Прасковья Юрьевна была выведена под именем Татьяны Юрьевны в комедии Грибоедова «Горе от ума» Татьяна Юрьевна. Известная, притом чиновная и должностная, все ей друзья и все родные, к Татьяне Юрьевне хоть раз бы съездить вам, как обходительно. Добра, мило, проста, балы дает нельзя богаче от Рождества и до поста и летом праздники на даче. Второй брак. Около 1805 года она вышла второй раз замуж за влюбившегося в нее богатого помещика, отставного кавалергардского полковника Петра Александровича Кологривого. Вигель, рассказывая историях женитьбы, замечал, он был в нее без памяти влюблен. Надобно было иметь необыкновенную привлекательность, чтобы в утробе этого человека расшевелить нечто нежное, пламенное. «Я не знавал человека более его лишенного чувства, называемого такт, он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил не в попад». По словам декабриста Завалишина, Просковья Юрьевна прославилась особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Просковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов. Несмотря на не очень лестную характеристику современников, Кологривов был хорошим хозяином, тот же Вигель называл его великим хлопоту, но модельцом он устроил сыновей Просковьи Юрьевны на военную службу, а дочерей удачно выдал замуж. Спасаясь от войны 1812 года, Просковья Юрьевна с мужем и дочерьми жила в Пензе, где удивляла всех роскошью. По словам современницы, госпожа Кологривова со своими дочерьми появлялась в обществе в шалковых платьях, сама вся деколития в пышном наряде. В 1814 году Кологривовы вернулись в Москву и поселились в доме на живодерке. Свой дом они держали открытым, давали званые обеды и вечера, а гостеприимная хозяйка со своим вечным смехом умело веселила гостей. В феврале 1818 года в своем доме Кологривова принимали императора Александра I. Последние годы, последние годы своей жизни Просковья Юрьевна провела в Петербурге, в собственном доме на Каннагвардейском бульваре, где и скончалась. Похоронена в Калужском имении Жарки у Михаила Архангельской церкви, ее зять Вяземский писал. Дети от первого брака имела двух сыновей и четырех дочерей, названных в честь святых. Федор Федорович, генерал-майор, Василий Федорович, масон, в 1811 году уволен со службы в чине штабс-капитана, в 1827-1828 годах жил во Франции и Италии, где поправлял здоровье. Вера Федоровна вышла замуж за П.А. Вяземского, Надежды Федоровна, жена с 1809 года, князя Б.А. Святополк-Четвертинского, Любовь Федоровна, вышла замуж за Б.В. Плуэктова, София Федоровна, вышла замуж за В.Н. Ладомерского, сына Екатерининского, фаворит И.Н. Римского-Корсакова, гражданского брака с графиней Строгановой, до своей смерти владела бывшей усадьбой Римского-Корсакова-Братцева, дети.